Доброе утро, уважаемые коллеги! Может быть, это покажется кому-то необычно. Хотел бы сегодня выступить, отступив от своих функциональных обязанностей, которые я занимаюсь и в партии, и во фракции Государственной Думы. А сделать это меня побудила моя основная депутатская работа в городе Тольятти. Но не только это. Вот в последнее время произошли три знаменательных события в международной жизни. Одно из них, мы в эти дни переживаем, вывод наших военно-космических сил из Сирии. Но летящие самолеты из Сирии на кого-то наводят, может быть, оптимизм, может быть, даже чрезмерный на кого-то оптимизм, может быть, эти летчики, прилетев оттуда, получат награды, скорее всего, даже получат. Но меня они наводят на другие мысли. Меня наводят на мысль, что майор НАТО, который до недавних пор возглавлял ВОСК и автомобильный завод в Буинге Андерсон, тоже получит медаль. И получит он эту медаль вовсе не в России, где-нибудь во Франции, а может быть, в Швеции, откуда он родом. И получит он эту медаль в том числе и за то, чтобы эти самолеты дальше не летали. Ибо он всё сделал для того, чтобы разрушить за последние только три месяца ВОСК и машиностроительный завод, где работало 3000 человек, и который единственный в России делает роликовинтовую пару, которая применяется в том числе на военных авиационных двигателях, и которые, вообще-то говоря, должны сейчас разрабатываться на НК Кузнецов у нас в Самаре, для того, чтобы поставить на МС-21, на гражданский самолёт среднемагистральный. Так вот, эта роликовинтовая пара делалась только на ВОСК и машиностроительном заводе, который входит в состав ВОСК и автомобильного завода, куда я в своё время был направлен молодым специалистом. Это завод, который делал и делает до сих пор роботы и манипуляторы в России. Так вот, всего лишь два месяца тому назад Буинги Андерсон принял решение ликвидировать этот завод. Завод, который имел огромные заказы потенциальные, в том числе от Минобороны, от авиастроения, от атомной промышленности. И ликвидировал его быстренько, за неделю, вытащив оттуда 50% станков, а остальные 50% оставил под открытым небом погибать, как металлический хлам. То же самое он сделал с опытно-промышленным предприятием, где работало 2000 работников. Но самое поразительное, и почему меня об этом заставило сейчас говорить, вот здесь будет выступать министр Улюкаев, и он будет говорить о развитии промышленности. Любая промышленность в любом государстве, особенно, даже вот начиная со времён Великой депрессии, она поднималась не благодаря нефти и газу, не благодаря даже авиастроению, она поднималась, как это ни парадоксально, с отечественного автомобилестроения. Потому что отечественное автомобилестроение тянет за собой огромный комплекс загрузки других предприятий, от пластмассы, шины до радиоэлектроники и сталилитейной промышленности. И сегодня даже в производстве автомобилей отечественных типа Лада или Веста или X-Ray задействовано более 5,5 миллионов человек только в прямом процессе. Что же было сделано со стороны нашего правительства и со стороны министров, которые непосредственно за это отвечают? Ничего. Более того, они способствовали уничтожению отечественного автомобилестроения. Вот если мы до сих пор выпускали 40% своего автомобиля Лада, то сегодня мы выпускаем его всего лишь 16%. Что сделало Рено? На месте Рено я бы, наверное, сделал то же самое на месте Карла Сагона. Зачем? У меня 40 предприятий. Я получил в ВОЗ свой прямой конкурент. И первым делом, что я должен сделать, этого конкурента уничтожить. И вот смотрите теперь цифры. Я эти цифры приводил, когда здесь недавно выступал Дворкович и задавал ему вопрос. И он поехал потом на ВОЗ. Я ему задал вопрос о локализации. Так вот, 820 тысяч автомобилей было произведено на ВОЗ еще несколько лет тому назад. Сегодня 416 тысяч. Если 120 тысяч рабочих работало на ВОЗ тоже несколько лет тому назад, сегодня 50 тысяч работающих. С чего начинается закрытие отечественной модели? Конечно, с закрытия научно-технических возможностей. Поэтому опытно-промышленные предприятия, поэтому ВОЗ и машиностроительный завод, поэтому научно-технический центр, на который Горбачев, если многие помнят, еще в этом зале, выделил огромные деньги, чтобы его создать из бюджета нашей страны. Но самое парадоксальное даже не в этом. Самое парадоксальное, почему правительство себя так ведет. Воехал туда Дворкович. До этого, вот я писал очень много запросов, Мантуру, Топилину, до этого Козак, Мантуров там был. А потом и Медведев приехал в январе, покатался на автомобиле X-Ray, публично сказал по телевидению, что мне очень понравилось и уехал. Он даже не задал вопроса, что в это время закрываются вот такие предприятия. Он даже не задал вопроса, а почему на X-Ray уровень локализации едва-едва больше 35%. Во всем мире делается отечественное автомобилестроение вот так. Не потому что Lada нужна, вот многие говорят, некачественная, некачественная. Да, Renault тоже менее качественная, чем BMW. Или в Китае выпускаются все марки автомобильные сегодня мировые, и это тоже отечественный автомобиль, как это ни парадоксально. А знаете почему? Да потому что они не просто декларируют, они заставляют владельца через золотую акцию, через владение всего лишь золотой акции, довести уровень локализации до минимума 80% за 4 года. Все модели, выпускаемые в Китае, уровень локализации 80%. Что такое 80%? Вот значит, все производится, почти все производится в Китае. А что произошло с ВОЗКИМ автомобильным заводом? Уровень локализации был 90%, а стал, благодаря приходу туда Рейно, 35-40%. Веста, которую представлял Буинги Андерсон президенту Путину, продемонстрировал всему, всей России, как можно обманывать даже президента Российской Федерации. Он показывал эту Весту, в Сочи, вы помните, поехал на ней вместе с Путиным до Олимпиады, и отрапортовал о 75% локализации. Хотя на самом деле 45%. И это было даже отражено в официальных документах АвтоВАЗа. Пришлось срочно дезавуировать потом эту информацию. Печаль и в том, что кроме правительства федерального, которое не хочет вмешиваться в этот процесс, муниципальные и местные чиновники ведут себя еще более тише. Ни один из них не только не открыл рот, чтобы сказать об этих проблемах, хотя это прямое меньшее поступление налогов в казну муниципальную. Это прямое сокращение и количество безработных. Это прямая социальная напряженность в регионе. Более того, вместо того, чтобы поднимать эти вопросы, те же областного уровня, я так аккуратно назову чиновники, не говоря уже о мэрии, называли нас, КПРФ, за два дня до снятия Боинга-Андерсона, деструктивной силой, которая занимается социальным напряжением в городе Тольятти. Через два дня мы увидели снятие, но снятие это произошло благодаря, я должен поблагодарить здесь Ростехнологии, Чемизова Сергея Викторовича, конечно, видимо, уже не выдержала сердце этого чиновника с тем, что творится там на Воском автомобильном заводе, хотя снятие его потребовало определенных очень серьезных напряжений. И вот здесь мы, депутаты, должны, видимо, помочь, в том числе и нашему правительству, помочь в хорошем смысле этого слова. Вот есть опыт Китая, где есть золотая акция, и есть закон о золотой акции, в соответствии с которым эта золотая акция дает право управления. Мы зачастую, обращаясь к чиновникам, говорим, почему вы не вмешиваетесь? Они говорят, нет, ну там же есть акционеры, вот в частности Рено, Ниссан, и он позаботится. А вот Ростехнологии со стороны государства. В данной ситуации мы должны, видимо, разработать такой проект закона, который позволял бы не только вмешиваться, но и непосредственно влиять на развитие машиностроительной отрасли в нашей стране. Вчера я посмотрел Медведев, будучи на Станкопроме, по-моему, на этом заводе, или я там его не очень точно назвал, говорил о том, как наша промышленность нуждается в таких станках, и как мы вынуждены выпутываться из этого замкнутого круга с производством машиностроительной продукции, из танков в частности. И я специально, говоря о Волжском машиностроительном заводе, напомнил эту иллюстрацию, эту картинку с разрушенным заводом. Любой из вас может прочитать вот свежий номер эксперта, где эта картинка напечатана в фотографии, где нарисованы все те последствия, которые сегодня переживает Волжский автомобильный завод. Мне глубоко, конечно же, это ранит мое сердце еще и потому, что я прошел там путь от мастера до заместителя начальника управления, почти 20 лет работал на этом автозаводе. Вот здесь мы делали с вами выставку Полякова не так давно, по нашей инициативе, где показывали, что за три года можно построить огромный завод. И Поляков тоже майор, тоже отставной майор, который прошел Великую Отечественную войну, построил этот завод, хотя отводилось на это 6 лет. Он не только его построил, но через два года произвел миллион автомобилей отечественной марки. После того, как его уволил Горбачев, он поехал в Китай по приглашению китайского руководителя налаживать там автопром и наладил там отечественный автопром, о котором я вам сейчас рассказывал. Мне жаль, что сегодня министр, вместо того, чтобы заниматься, и премьер-министр, ваш руководитель, вместо того, чтобы заниматься отечественным автомобилестроением, занимается помощью иностранному государству, которое еще к тому же объявило нам санкции. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова